Вы будете в шоке, когда узнаете о гигантских бурильных машинах, которые ежедневно прокладывают тоннели под самыми большими городами Америки. Сегодня я расскажу вам о самых мощных и удивительных аппаратах, способных бурить сквозь горы, реки и даже океанское дно. Вы узнаете, как эти инженерные чудеса изменили облик современных мегаполисов и какие тайны скрываются под землей. А в конце видео я поведаю вам о машине, которая установила мировой рекорд по длине и скорости прокладки тоннеля. Пристегните ремни, будет интересно. Когда мы говорим о строительстве метро или автомобильных тоннелей, редко задумываемся о том, какие технологии стоят за этим. Но все началось еще в 19 веке, когда инженеры впервые задумались о механизации процесса прокладки подземных коммуникаций. Представьте себе, вручную копать тоннели на глубине десятков метров без современной техники и оборудования. Это был поистине титанический труд. Первыми попытками механизировать этот процесс стали изобретения таких пионеров, как Марк Брюнель, который создал щит для строительства тоннеля под Темзой в Лондоне. Этот щит позволял рабочим копать землю, защищая их от обрушений и подтоплений. Однако эффективность этих устройств оставляла желать лучшего. В Америке развитие бурильных машин получило новый импульс с началом индустриализации и массового строительства железных дорог и метро. Рост городов, необходимость в транспортировке большого количества людей и грузов требовали новых решений. Инженеры и изобретатели соревновались в создании все более мощных и эффективных машин. Вы когда-нибудь задумывались, как эти гигантские машины умудряются прокладывать тоннели под землей, не вызывая обрушений и землетрясений. Принцип их работы сложен, но я постараюсь объяснить его простыми словами. Современная бурильная машина или тоннелепроходческий комплекс представляет собой огромный цилиндр длиной до 150 метров и диаметром от 5 до 20 метров. На переднем конце находится вращающийся режущий щит, оснащенный множеством дисковых резцов и фрез. Они дробят породу перед собой, превращая ее в мелкий грунт. Позади щита расположена зона давления грунта, где специальные механизмы поддерживают усилия на стены образовавшегося тоннеля, предотвращая обрушение. Затем следует монтажная зона, где устанавливаются бетонные или железобетонные сегменты, образующие прочный кольцевой каркас тоннеля. Отработанная порода транспортируется назад по конвейерной ленте и вывозится на поверхность с помощью вагонеток или трубопроводов. Вся эта сложная система работает слаженно и непрерывно, позволяя бурить тоннели с высокой скоростью и минимальным воздействием на окружающую среду. И лично меня поражает то, с какой огромной точностью работают все эти механизмы. По сути, человеку только и нужно, что питать эту технику и подавать новые расходники. Настоящее чудо! Ну а дальше я хочу поведать об этих машинах в разрезе одной из главных стран мира. Невозможно говорить о гигантских бурильных машинах Америки, не упомянув знаменитую Большую Берту. Это настоящая легенда в мире тоннелестроения. Берта была создана в 2013 году специально для проекта по замене виадука Аляскин Уэй в Сиэтле на современный подземный тоннель. Диаметр этой машины составлял 17,5 метров, а длина почти 100 метров. Вы только представьте! Это размер пятиэтажного дома в диаметре и футбольного поля в длину. Висила Берта более 7 тысяч тонн, а ее создание обошлось в 80 миллионов долларов. Однако путь Берты не был простым. Уже через несколько месяцев после начала работы машина столкнулась с непредвиденными проблемами. Она наткнулась на неизвестный подземный объект, который повредил режущий щит. Как позже выяснилось, это была старая стальная труба, оставшаяся от предыдущих строительных работ. Ремонт Берты стал настоящим испытанием для инженеров. Им пришлось выкопать вертикальную шахту глубиной 30 метров и диаметром 20 метров, чтобы добраться до передней части машины. На это ушло почти два года и дополнительные 100 миллионов долларов. Но в конечном итоге Берта была отремонтирована и успешно завершила свою миссию в 2017 году. И лично меня очень сильно поражает тот факт, что ремонт производился прямо под землей. То есть Берту не поднимали на поверхность, а сломанные элементы меняли прямо там. Теперь-то понятно, почему на эту операцию ушло столько денег. Хотя, как мне кажется, лучше бы они просто собрали еще один такой щит. Другая впечатляющая бурильная машина, о которой я бы хотел вам рассказать, Элизабет, которая работала в Лос-Анджелесе. Ее диаметр составлял почти 15 метров, а предназначена она была для строительства новых линий метро, призванных разгрузить переполненные дороги города Ангелов. Лос-Анджелес известен своими пробками, и развитие метро стало приоритетной задачей. Элизабет справилась со своей задачей на отлично, несмотря на сложные геологические условия, сейсмическую активность и плотную городскую застройку. Благодаря ей, миллионы жителей и гостей Лос-Анджелеса получили возможность быстро и комфортно передвигаться по городу. Наверняка вы видели фотографии или видео этого замечательного города и отмечали количество небоскребов. И, пожалуй, это самый удивительный факт. Как вообще эти здания не ломаются из-за работ прямо под землей? В Нью-Йорке, городе, который никогда не спит, тоже не обошлось без гигантских бурильных машин. При строительстве тоннеля под рекой Гудзон для проекта «Большое яблоко» использовались машины диаметром более 14 метров. Этот тоннель связывает Манхэттен с Нью-Джерси и является важнейшей транспортной артерией города. Инженеры столкнулись с уникальными сложностями. Подземные воды, нестабильные грунты, необходимость работать в условиях плотной городской застройки и исторических сооружений. Но современные технологии и опыт специалистов позволили успешно завершить проект без серьезных инцидентов. Но вот раньше, например, в России, ученые не знали, как вообще решить проблему с подземными водами. И уже были в истории случаи, когда тоннели или даже целые станции метро были затоплены. А вы хотели бы, чтобы я подробнее рассказал про подобные случаи? Если да, то пишите об этом в комментариях. Но знаете, что больше всего меня поражает во всех этих установках? Дело в том, что технологии не стоят на месте. Поэтому новейшие бурильные машины оснащены системами искусственного интеллекта, которые позволяют им самостоятельно анализировать породу, выбирать оптимальный режим работы и даже предсказывать возможные проблемы. Автоматизация процессов не только повышает эффективность, но и значительно снижает риск человеческой ошибки. Например, в Сан-Франциско недавно испытали машину, которая может работать практически без участия человека, контролируя все параметры в реальном времени. Это не только ускоряет процесс строительства, но и повышает безопасность работников. Ведь наверняка все вы знаете, насколько опасна работа шахтерам. Пара неловких движений. И вот ты уже под завалами. А еще тоннель может затопить. Короче, нюансов, ну, очень много. А еще многие из вас, наверное, задаются вопросом, как такие масштабные работы влияют на окружающую среду. Современные бурильные машины спроектированы с учетом минимизации воздействия на природу и городскую инфраструктуру. Во-первых, они работают практически бесшумно, что важно в условиях города. Во-вторых, использование электрических и гибридных двигателей снижает выбросы вредных веществ. В-третьих, благодаря точному контролю и навигации, можно избегать повреждения подземных коммуникаций, исторических сооружений и природных объектов. Так что не стоит переживать, что ваш любимый ларек с бурита провалится под землю из-за строительства метро. Помните, я обещал рассказать о машине, установившей мировой рекорд? Речь идет о проекте «Суперпроводник» в Колорадо. Там была использована бурильная машина диаметром 12 метров, которая за один месяц пробурила более 2 километров тоннеля. Это беспрецедентная скорость для таких масштабов. Вы только представьте, насколько это много. К слову, человек в среднем ходит со скоростью 4 километра в час. Так что на то, чтобы пройти этот тоннель пешком, у вас ушло бы где-то полчаса. Но зачем он вообще нужен? Этот тоннель предназначен для прокладки высокоскоростной железной дороги, которая соединит Денвер и Колорадо Спрингс. Благодаря ей время в пути сократится с 2 часов до 40 минут. Представьте себе, какие возможности это откроет для жителей и бизнеса региона. Эх, если бы только подобный транспорт запустили в моем городе. Я бы, может, и не опаздывал никогда. А как насчет будущего? С развитием технологии появляются идеи о создании подземных городов и инфраструктуры. Илон Маск со своей компанией The Boring Company уже работает над проектами подземных транспортных систем. Представьте себе, сети подземных тоннелей, по которым движутся электромобили на высокой скорости, избавляя поверхности городов от пробок и загазованности. Звучит как фантастика, но первые испытания уже проведены и результаты впечатляют. Хотя, если честно, метро намного лучше. Ведь в таких тоннелях, что придумал Илон Маск, все работает, как и в подземном общественном транспорте. Специальная система контролирует все машины, распределяет скорость, да и вообще следить за ситуацией. Только вот в один поезд метро влезет несколько сотен человек, а в машину всего-то 4-5. В общем, экономическая выгода намного меньше. Да и практическая тоже. Еще одна грань будущего. Использование бурильных машин для освоения других планет. Ученые рассматривают возможность отправки роботов-бурильщиков на Луну и Марс для создания подземных баз, защищенных от радиации и экстремальных температур. Такие машины могли бы создавать тоннели и помещения, используя местные материалы. Это значительно снизило бы стоимость и риски освоения космоса. Кто знает, может быть, именно бурильные машины станут ключом к колонизации других планет. А знаете ли вы, что бурильные машины часто называют женскими именами? Эта традиция восходит к средневековым шахтерам, которые верили, что святая Варвара защищает их под землей. Поэтому машины называют в ее честь или в честь других святых и известных женщин. Например, машина, работавшая в Сиэтле, получила имя «Тоннельная Борислава». А в Лос-Анджелесе бурильная машина носила имя «София». Это не только традиция, но и способ придать машине индивидуальность и душу. Еще один интересный факт. Самая маленькая бурильная машина в мире имеет диаметр всего 40 сантиметров. Она используется для прокладки коммуникационных кабелей и водопроводов в труднодоступных местах. Это доказывает, что размер не всегда имеет значение. Главное – эффективность и инновации. Гигантские бурильные машины – не только техническое чудо, но и мощный экономический инструмент. Они позволяют реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, которые стимулируют экономический рост, создают рабочие места и повышают качество жизни населения. Например, строительство новых линий метро и транспортных тоннелей способствует развитию бизнеса, увеличивает доступность регионов и снижает нагрузку на экологию за счет уменьшения количества автомобилей на дорогах. Лично я пользовался бы метро каждый день, ведь там никогда нет пробок. А еще построить тоннель зачастую выгоднее, чем, например, огибать горные массивы. В общем, вариантов использования реально много. Помимо экономического эффекта, такие проекты имеют и социальное значение. Они улучшают транспортную доступность, сокращают время в пути, повышают комфорт и безопасность пассажиров. Это особенно важно в крупных городах, где время – самый ценный ресурс. К тому же, развитие подземной инфраструктуры позволяет сохранять исторический облик городов, избегая строительства массивных надземных сооружений и дорожных развязок. Одни плюсы, не так ли? Ах, да, еще же подземные станции могут быть своеобразным музеем. Например, вы знали, что на одной из станций метро в Москве вы сможете увидеть огромное животное, которое жило несколько миллионов лет назад? Если вы хотите узнать об этом подробнее, то пишите в комментариях. Но лично я не понимаю одного. Несмотря на все преимущества, строительство тоннелей с помощью гигантских бурильных машин не обходится без проблем. Высокая стоимость проектов, риск обрушений, необходимость переселения жителей и изменение городской инфраструктуры – все это вызывает критику и споры. Иногда проекты затягиваются на годы, бюджеты превышают первоначальные оценки, а жители выражают недовольство из-за шума и строительных работ. Хотя я бы с радостью потерпел бы все это, если бы я точно знал, что у меня под боком будет такой удобный транспорт. Но есть одно большое но. Метро ведь могут и не построить. Так, к примеру, произошло в Омске. В этом городе под землей возвели лишь одну станцию. А что с остальными? А их уже экономически невыгодно строить, ведь проект разрабатывался несколько десятилетий назад. А уже сейчас он не актуален, так как станции, по сути, не нужны городу. Вот такие интересные истории есть в мире подземки. Америка, кстати, не единственная страна, активно использующая гигантские бурильные машины. В Европе, Азии и Австралии реализуются масштабные проекты тоннелестроения. Например, тоннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией, тоннели в Альпах и под Саянами. Международное сотрудничество и обмен опытом позволяют ускорять развитие технологий, внедрять лучшие практики и повышать эффективность проектов. Инженеры со всего мира участвуют в конференциях, семинарах и совместных проектах. Но что же ждет нас в будущем? С развитием технологий бурильные машины станут еще более мощными, эффективными и умными. Возможно, скоро мы увидим аппараты, способные прокладывать тоннели на еще большей глубине, с большей скоростью и в более сложных условиях. Это откроет новые возможности для развития городов, транспортной системы и даже освоения космоса. Технологии, которые сегодня кажутся фантастикой, завтра могут стать реальностью благодаря усилиям инженеров, ученых и рабочих. И одной из лидирующих стран в этом направлении до сих пор остается Америка. Правда, с ней легко соперничает Китай и Россия. В общем, очень интересная гонка получается. Сегодня я рассказал вам про удивительные бурильные машины в Америке. Пишите в комментариях, что из видео вам больше всего понравилось. Лично я до сих пор нахожусь под впечатлением от профессионализма шахтеров. Кстати, знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в телеграм-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.